Варенец, кефир и ряженка местного производства с наступлением Нового года стали неуловимыми молочными продуктами. Об этом редакции нашего телеканала сообщили обеспокоенные жители столицы. Исчезновение произошло вслед за сокращением количества молока на прилавках Чебоксар. Что происходит на рынке молочных продуктов, разбиралась Ольга Алексеева. Изменения на рынке молока жители Чебоксар отметили еще в конце декабря прошлого года. Сначала подорожали цены, затем в некоторых магазинах пропало молоко. Переработчики объяснили этот факт отсутствием заявок. Видимо, новогодние праздники побоялись, что возвраты будут. Заявки неполноценные были, поэтому недостаточного молока. С наступлением Нового года ситуация должна была стабилизироваться. Частично так и произошло. Молоко появилось на прилавках магазинов. Только молоко появилось, а кефирная продукция чебоксарского производителя стала исчезать. Варенец, ряженка и кефир теперь редкие гости в магазинах. Обеспокоенные жители стали оставлять сообщения в интернете. Опрос горожан на сайте нашего телеканала и в одной из социальных сетей подтвердил этот факт. Цена сырья таких астрономических высот, что мы вынуждены смотреть на рентабельность продуктов очень пристально и оптимизировать сейчас ассортимент. И я не могу вам сейчас сказать, как долго это продлится, потому что мы сами не знаем, как долго продержатся такие высочайшие, то есть это в истории самые высокие цены на сырье. То есть для сравнения я вам могу сказать, что за 13-й год цена на готовую продукцию у нас выросла на 10%. Я имею в виду на рынке вообще молочных продуктов, а одновременно цена сырья выросла на 60%. Варениц и ряженка чебоксарского производителя имеют пленочную упаковку, а значит самую дешевую и менее доходную. Эту продукцию пришлось оптимизировать, отметили представители завода. Кефир от завода «Ядрин молоко» есть, но не во всех столичных магазинах. Трейдеры, которые раньше называли скупчиками, все больше стали вывозить сырое молоко из предела Чувашской республики. Среднесуточный надой в Чувашии около 800 тонн. За предел выводится более половины. В 2013 году закрылись два завода. Это Маргаушский и Цивильский. Произошло перераспределение объемов. Сегодня «Ядрин молоко» перерабатывает 120-150 тонн в сутки. Спрос на продукцию ежедневно растет. Мы сталкиваемся с проблемой некачественного молока. Всю часть лабораторной анализы показывает наличие антибиотиков. Нам приходится не принимать такое молоко и отправлять его обратно. Переработчики молока ссылаются на дефицит сырья и на его астрономические цены. В Министерстве сельского хозяйства Чуваши отсутствие молочных продуктов объясняют сезонностью. Я бы не сказал, что на сегодняшний день у нас какой-то, значит, нет товара, молочной продукции. Ну, действительно, в сезонности, это ежегодно у нас, скажем, наблюдается дефицит сырого молока. Но в целом, если взять погоду, в прошлом году у нас произведено сырого молока по республике 422 тысячи тонны. Если взять даже на норму потребления на одного человека, значит, у нас где-то в республике производится на одного человека порядка 340 литров. При норме потребления 320-340 можно сказать, что, в принципе, республика полностью обеспечивает молочной продукцией жителей республики. Отметили в Минсельхозе и то, что среди регионов Приволжского федерального округа в Чувашии высокие закупочные цены на сырье – 21 рубль за литр сырого молока. Только для сельхозпроизводителей это хорошо, а для потребителей – не очень. Есть, конечно, и такие примеры, где у нас собирают, скажем, это с лично подсобных хозяйств, сборщики молока. Есть, конечно, примеры, молоко у нас вывозится за пределы республики. Но мы, конечно, запрещать тоже не можем, потому что есть у нас и федеральная антимонопольная служба, которая сегодня закупает и ввозится и в Самару, и в Москву, и в другие регионы Российской Федерации. Производство молока в целом сократилось и по России. Связано это с сокращением поголовья. Правда, в Чувашии с этим все в порядке, отметил Эдуард Валентинович. Поголовье коров к уровню 2012 года сократилось всего на 1%. А на свои места все вернется ближе к весне. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова